Коллеги, здравствуйте. В продолжение доклада как раз как лечить лимфому и тех пациентов, которых мы получаем из центра СПИД, с большим удовольствием расскажу. Коллеги, следующий слайд, пожалуйста. Начну… Еще следующий слайд, пожалуйста. Нечего мне декларировать. Начну с клинического случая, как договорились, и попробуем проголосовать. Попробую, конечно, я сократить свой доклад, но я буду очень стараться. Пациент-мужчина, 58 лет. Б-симптомы, новообразование в области шеи. На компьютерной томографии обнаружены увеличенные лимфатические узлы. Они работают, но крайне мере, это у вас. Спасибо большое. Обнаружены увеличенные лимфатические узлы, шейные, надключечные и средостени. Выполнена биопсия шейного узла и обнаружены опухолевые клетки, которые экспрессируют CD20, CD38, CD10, BCL6, МИГ-позитивные, BCL2 и 44 негативные. КИИ-67, около 100%. ВИЧ диагностирован с 2011 года, получает с 2012 года антиретровирусную терапию. На момент установления диагноза лимфомы – 596 клеток. Вирусная нагрузка не определяется, и в центре спидка, пока ставили диагноз, назначали антитерапию глюкокортикостероидами для того, чтобы сдержать прогрессирование опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Пациент поступил в специализированное отделение, повторили компьютерную томографию, лимфатические узлы продолжали, увеличились. Это в течение месяца разбирались с диагнозом лактатогидрогеназа около 600, трепанобиопсия костного мозга, выражения костного мозга нет. Диагноз установлен – лимфома Бергетта, стадия 2B, ВИЧ-ассоциированная, ВИЧ-инфекция 4B. Следующий слайд, пожалуйста. Давайте попробуем разобраться, как же его лечить. Здесь 8 вариантов ответов. На самом деле все очень просто. Они распределены следующим образом. Какой курс химиотерапии следует выбрать этому больному? ЧОП-схему, доза джастет и почь или гиперцват? При этом нужно разобраться, следует ли ему включать в химиотерапию ретуксимаб, да или нет, и выполнять или не выполнять высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией, когда мы ставим диагноз и планируем лечение. Из этого состоит план лечения больного. Ваши предложения, коллеги? Я думаю, что мы, наверное, вернемся к этому в конце и проговорим. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле актуальность этой проблемы уже сегодня звучала. Я хотела бы показать американские данные. Они очень демонстрируют хорошо о причинах летальности пациентов с ВИЧ-инфекцией. При этом после того, как широко стали применять антиретровирусную терапию в Америке, и летальность от причин непосредственно связанных с ВИЧ значительно снизилась. И на второе место после случайных причин вышли причины, связанные со злокачественными опухолями. Следующий слайд, пожалуйста. При этом в структуре злокачественных опухолей очень хорошее исследование, потому что около 100 тысяч пациентов проанализировано. И в структуре лимфомы, нехочкинские лимфомы, составляют практически такую же часть, как саркома капоши, которая принято считать самой частой опухолей у этой группы пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно сказать, что внедрение антиретровирусной терапии, конечно же, влияет на вероятность развития злокачественной опухоли, или в первую очередь лимфом, которые связаны с уровнем CD4-х клеток. Как только мы контролируем иммунологические статусы этого больного, и, конечно, вероятность развития этих опухолей значительно снижается. И чем много больше пациентов получают антиретровирусную терапию, тем меньше мы видим нехочкинских лимфом, ассоциированных с снижением CD4-х клеток. Но при этом такие опухоли, как лимфома Беркита или хочкинская лимфома, их количество антиретровирусной, например, лимфома Хочкина даже увеличивается. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Мы в нашем центре проводим исследования, мы анализируем ситуацию в нашей стране, это объединение центров по всей стране, где получают помощь пациенты с ВИЧ-инфекцией и лимфомой. Должна сказать по поводу сегодняшней дискуссии, это те центры, где пациенты получают по территориальному признаку медицинскую помощь, и это онкологические центры, гематологические центры. Следующий слайд, пожалуйста. И мы обнаружили, что в нашей группе пациентов 73, это анализ на 73 пациента, в нашей группе пациентов чаще всего это нехочкинские лимфомы, из них первое место занимают диффузная беклеточная и крупноклеточная лимфома, и на втором месте лимфома Беркита. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно сказать обязательно к вопросу о том, как лечить этого пациента, о том, что в результате большого исследования, это был проведен метаанализ 7 проспективных исследований, около 500 больных было включено, была разработана новая прогностическая шкала для пациентов с CD20-позитивными лимфомами, которая дает нам прогноз. При этом в нее были включены стандартные признаки, которые до сих пор мы используем для прогноза, это Age Adjusted API частично, экстравандальное поражение, и сюда был обязательно внедрен ВИЧ-скор. До сих пор это не включалось. Следующий слайд, пожалуйста. И как вы можете видеть, если сравнивать Age Adjusted API, недостаточно хорошо описывает эту группу, тогда как этот новый прогностический индекс очень хорошо описывает прогноз. Следующий слайд, пожалуйста. Мы опубликовали в 2016 году новые рекомендации по лечению лимфопролиферативных заболеваний и включили в рекомендации национальные. Они в свободном доступе, вы можете их достать, открыть, и можно этим пользоваться. Так это работает, такая формула. С учетом этих данных вы можете посчитать баллы и обнаружить прогноз выживаемости вашего больного в момент установления диагноза лимфомы. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, очень важно, обращаем внимание, то, что гематологи и онкологи при постановке диагноза начала противоопухолевой химиотерапии у больных с лимфомами мало до сих пор обращают внимание на уровень CD4 клеток АПЦР. А это напрямую влияет на прогноз противоопухолевой химиотерапии эффективности. Важно сказать о том, что это, конечно же, должны быть опытные центры, и при совместном взаимодействии сегодня об этом много говорили, о том, что должно быть внимательное взаимодействие отношений. И обязательно назначение антиретровирусной терапии при проведении химиотерапии. Следующий слайд, пожалуйста. Антиретровирусная терапия сыграла ключевую роль в эффективности противоопухолевой химиотерапии. Старое исследование 2001 года, которое демонстрирует это больные с разными лимфомами, о том, что без антиретровирусной терапии эффективность практически равна нулю, тогда как при назначении антиретровирусной терапии совместной с химиотерапией, общая выживаемость приближается, в принципе, к общей популяции. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Я для того, чтобы сэкономить времени, некоторые вещи буду пропускать. Как же быть с ретуксимабом? Почему это важно? Потому что пациент, который болеет ВИЧ-инфекцией, обычно это пациент, у которых низкое количество CD4-х клеток, он без Т-клеток, поступает к нам, а мы назначаем, и при необходимости нам нужно назначать ретуксимаб. Что такое ретуксимаб, это моноклональное лититило против Б-лимфоцитов. При этом CD20 несут не только опухолевые клетки, но и все Б-лимфоциты. Таким образом, когда мы назначаем противопухолевую химиотерапию, мы вызываем цитопению. У него до сих пор нет Т-клеток. А кроме всего прочего, мы назначаем ретуксимаб и убиваем еще все Б-клетки, которые есть в организме. Но какой ответ надо ли назначать или не надо назначать, он очевиден. При этом метаанализе, где более полутора тысяч пациентов было включено, было продемонстрировано, что назначение ретуксимаба при CD20 позитивных опухолей – ключевая фактор успеха противоопухолевой химиотерапии. Следующий слайд, пожалуйста. При этом нужно обращать внимание о том, что какой уровень конкретно клеток. Если мы говорим, что клеток менее 100, то эффективность ретуксимаба может стоять под вопросом, а меньше 50 – вероятность развития осложнений инфекционных, летальных, она очень значительно увеличивается. Поэтому мы в целом, ориентируясь и на данные зарубежных наших исследований, пришли к тому, что ретуксимаб не следует назначить только в том случае, когда уровень CD4-х клеток менее 50 на момент принятия решения о проведении противоопухолевой химиотерапии. Следующий слайд, пожалуйста. Важность об интенсивности противоопухолевой химиотерапии. Следующий обязательный момент, который следует обсудить, это то, что химиотерапия должна проводиться пациентам в полных дозах и в соответствии с тем стандартом оказания медицинской помощи для того варианта лимфомы и стадии распространения лимфомы. И это показано уже множественными исследованиями, о том, что это играет очень важную роль. Следующий слайд, пожалуйста. Суммируя данные и обращаясь обратно к пациенту, который мы размираем с лимфомой Беркетта, нужно сказать, что при проведении противоопухолевой химиотерапии, это суммированные данные фактически всех рекомендаций на сегодняшний день и наших национальных рекомендаций, о том, что неважно, какой курс химиотерапии следует назначать лимфоме Беркетта, потому как есть много исследований, которые демонстрируют в целом единообразные результаты. Но однозначно понятно, что ЧОП противоопухолевой химиотерапии недостаточно эффективный курс химиотерапии для агрессивной лимфомы, лимфомы Беркетта. Следующий слайд, пожалуйста. Существуют разработанные адаптивные протоколы для пациентов с низким комборбидным статусом или для пожилых людей, которыми все упрощивает, рассматривается как альтернатива для пациентов ВИЧ-инфекции. Это очередная модификация прекрасного курса эпоч химиотерапии. Когда добавляется дополнительный ретоксимаб, вы видите результаты очень-очень хорошие, при этом часть пациентов с ВИЧ-инфекцией были включены в это исследование. Следующий слайд, пожалуйста. Идея этого курса заключается в том, что это, в принципе, стандартные курсы ПОЧ, но вместо одного введения ретоксимаба в первый день добавляется второе введение ретоксимаба. Таким образом мы увеличиваем нагрузку как таргетную терапию, при этом уменьшаем цитостатическую терапию. Следующий слайд, пожалуйста. Идея этого курса химиотерапии. Почему шоткорд состоит в том, что если после двух курсов химиотерапии достигнут полный ПЭТ-негативный статус и полная ремиссия, то следует проводить еще один только курс, и остановиться на этом. Если не достигнуто, то дополнительных два или три курса и в последующем анализируется эффективность терапии. Следующий слайд, пожалуйста. Это результаты наших российских данных. Должна сказать, что в нашей стране пациенты с лимфомами на фоне ВИЧ-инфекции в целом лечатся хорошо, если вы согласитесь с тем, что цифра в течение двух лет общей выживаемости у всей группы пациентов лимфом 64%. Следующий слайд, пожалуйста. По поводу трансплантации костного мозга при лимфоме Беркета. Очень важный вопрос. Лимфомы Беркета нужно лечить сразу агрессивно химиотерапией, адекватной химиотерапией, и первая линия не должна заканчиваться высокодозной химиотерапией с аутотрансплантацией. Эффективность противоопухолевой химиотерапии в целом 80-90% в течение 5-10 лет. Но если у пациента развивается рецидив или нет полного ответа на противоопухолевую химиотерапию, то во второй линии терапии обязательно использование высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. Следующий слайд, пожалуйста. Возвращаясь к нашему пациенту. Этому пациенту как раз была проведена современная модифицированная, адаптированная схема к химиотерапии, шот-курсы по ЧРР, три курса, был получен частичный ответ на фоне противоопухолевой химиотерапии, было проведено еще три курса, и по-прежнему полного ответа на противоопухолевую химиотерапию нет. Этот пациент получал медицинскую помощь, к нам поступил на вторую линию терапии, мы провели два курса химиотерапии R-ICE, заготовили гемопоэтические стволовые клетки и провели высокодозный курс химиотерапии с аутотрансплантацией BIM с включением режима кондиционирования бенда-мустина. На сегодняшний день у пациента полная ремиссия заболевания, ранний период после трансплантации без тяжелых осложнений, в целом ситуация благополучна. Следующий слайд, пожалуйста. По поводу аутотрансплантации, можно ли проводить высокодозную химиотерапию с трансплантацией ВИЧ-инфицированному больному? У нас есть одна проблема в нашем центре, когда мы делаем трансплантацию пациентам с ВИЧ, их нельзя, костный мозг, мы его всегда креоконсервируем перед трансплантацией, хранить в одном баке для хранения всех гемпатических стволовых клеток. Это единственная логистическая проблема, которая возникает в случае проведения трансплантации. Тогда, как еще в начале 2010 года было два исследования, две научные группы совершенно отдельно друг от друга провели два случая контроля исследования, которые продемонстрировало, включали пациента с ВИЧ и без ВИЧ с одинаковыми географическими показателями, одинаковыми лимфомами, продемонстрировали, что общая выживаемость, что выживаемость без прогрессирования у пациентов с ВИЧ и без ВИЧ-инфекции не различалась. Следующий слайд, пожалуйста. В целом, для того, чтобы вам дать впечатление, какое же количество пациентов в мире получило высокодозную химиотерапию, с трансплантацией, с какими результатами, здесь собраны основные, все опубликованные исследования. На следующем слайде покажу еще одну. И в общей популяции, должна сказать, что около 200 пациентов только опубликованы во всем мире. То есть проблема актуальная, она нарастает, и, конечно, количество больных таких будет увеличиваться. Следующий слайд, пожалуйста. Ровно год назад было опубликовано американское исследование, где было включено 40 пациентов с ВИЧ-инфекцией, лимфомами, нехочкинскими, лимфомой Хочкиной, которые продемонстрировали очень хорошую общую выживаемость, выживаемость без прогрессирования, которая, в принципе, не отличается от пациентов без ВИЧ-инфекции. Следующий слайд, пожалуйста. Мы в нашем центре также проводим эту программу. Мы берем пациентов из СПИД-центра для того, чтобы проводить противоопухолю химиотерапию тем пациентам, которым нужна, а также из других центров со всей России, тем пациентам, которым нужна высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией костного мозга, мы ее проводим. В 2016 году было проведено 5 высокодозных химиотерапий с трансплантацией костного мозга разным больным. Три пациента с лимфомой Хочкина, два с нехочкинскими лимфомой. В целом с очень хорошими результатами. Все пациенты живы. Один пациент с лимфомой Хочкина прогрессирует сейчас. Он переведен на исследовательский протокол по терапии ПД-1 ингибитором, НИВЛУМАП, где такое можно увидеть, что пациент с лимфомой Хочкиной ВИЧ-инфекцией получает современную противоопухолю химиотерапию. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, пациент с лимфомой Беркета, вторая В, в соответствии с риском, имеет низкий риск по современной шкале. Какую должен получать лечение, какой должен быть составлен план? Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, это должна быть курс, основанный на… ЧОП не подходит. Курс должен быть либо ЭПОЧ, либо Гиперцват. В целом, в рекомендациях современных рекомендованы оба курса химиотерапии, как первая линия терапии, но с учетом возраста, и, может быть, коморбидности, и, может быть, ВИЧ-инфекции, имеет смысл выбрать более мягкую схему химиотерапии и ПОЧ. Кроме всего прочего, здесь в ответах единственное сочетание ПОЧ – ретуксимаб и отсутствие аутотрансплантации – это ответ 4. Но при этом мы должны помнить, что если есть прогрессирование и неполный ответ, мы проводим высокодозную химиотерапию. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, нужно сказать, что злокачественные опухоли у пациентов с ВИЧ-инфекцией – это актуальная проблема, и в нашей стране эта проблема продолжает нарастать и будет нарастать. Значительную часть из этих опухолей составляют лимфомы. Мы должны с вами знать и помнить о том, что ключевыми факторами успеха лечения лимфом на фоне ВИЧ-инфекции является назначение антиретровирусной терапии. С учетом лекарственных взаимодействий с Ольгой Николаевной очень активно работаем. Когда пациент к нам оказывается, мы планируем лечение, мы связываемся всегда обратно. Для того, чтобы договориться, какую антиретровирусную терапию с противоопухолевой химиотерапией, как это комбинировать, мы всегда в контакте. Это адекватность противоопухолевой химиотерапии. Нельзя жалеть больного с учетом того, что у него ВИЧ-инфекции. Нужно проводить химиотерапию, которая рекомендована для лечения этой злокачественной опухоли. И, конечно, если у вас лимфома с CD20-позитивная, это назначение ретоксимаба. Единственное ограничение – это менее 50 клеток CD4. При этом мы обсуждаем первый курс химиотерапии. Если первый курс химиотерапии менее 50 клеток, мы проводим без ретоксимаба, и не было у нас никаких осложнений, нецелесообразно исследовать повторно перед вторым курсом химиотерапии уровень CD4 клеток. У пациента просто не восстанавливается достаточное количество кроветворения перед следующим курсом химиотерапии для того, чтобы объективно оценить. Поэтому мы всегда идем в сторону ретоксимаба на второй курс химиотерапии, если не было осложнений. Ну и, конечно, высокодозная химиотерапия точно так же, как у пациента без ВИЧ, проводится, она эффективна, и она также безопасна. Следующий слайд, пожалуйста. В нашей стране с учетом простых расчетов Росстат, показания к трансплантации, чистота, должно быть в среднем более полутора тысяч больных обнаружено только двумя вариантами лимфомы. Лимфома Ходжкина, диффузная баклеточная и кровноклеточная. Но с учетом показаний к трансплантации костного мозга мы рассчитали о том, что на сегодняшний день нашим больным в нашей стране нужно где-то 800 пациентам в год высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. Где эти больные теряются? Непонятно. Нужно восстанавливать эту ситуацию. Следующий слайд, пожалуйста. Должна поблагодарить всех наших коллег, которые принимают участие в нашем исследовании. Это все 14, более 14 центров, которые лечат пациентов с лимфомами на фоне ВИЧ-инфекции. И мы вместе анализируем результаты и должны сказать, что результаты нашей работы очень хорошие. Мы также призываем вас всех лечить больных и прислать к нам на консультацию. На предыдущем слайде были все контакты. Пожалуйста, мы готовы активно работать и контактировать. А также всем нашим коллегам, которые работают в нашей клинике и помогают нам развивать эту проблему. Следующий слайд, пожалуйста. Все. Спасибо. Спасибо, Марина Олеговна. Коллеги, у кого будут вопросы? Марина Олеговна. Можно мне позвать? Марина Олеговна, спасибо огромное за очень интересную информацию. Насколько я понял, вот в прошлом году пять человек, да, с ВИЧ-инфекцией и лимфомами прошло через лечение. Высокодозная химиотерапия, с аутотрансплантацией, да? Да, да. Не просто лечение. Да. А скажите, какой объем больных мы можем вам направлять и вы возьмете? То есть у вас есть возможности назначить такую терапию, там, финансовую, естественно, что ли? Ну, я позволю себе привести такой пример, да. В прошлом году наше центро выделено было КВО для проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией, логенной трансплантацией около 500. Мы выполнили 400 с копейками, пожалуйста. 100 больных как минимум мы можем сделать, поэтому это мы всегда открыты. И вот что-что, да, мы химиотерапию стараемся брать, проводить химиотерапию. Ну, трансплантация костного мозга это в первую очередь и все койки, которые у нас основные заняты по трансплантационной центре, они, конечно же, в первую очередь. Поэтому пожалуйста, welcome. Мы только ждем их. Мы умышленно их ищем. Поэтому, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Мы тоже активируемся тогда. Еще вопросы, коллеги. Пользуйтесь уникальной возможностью пообщаться со специалистами топ-класса. Спасибо.